приветствую вас на моем канале сегодня я буду готовить пахлаву ну я не скажу пахлава это точно как называется потому что принято называть пахлаву азербайджанская турецкая сочинская ялтинская или армянская я не знаю точное происхождение этой пахлавы потому что это пахлава у меня вот просто в памяти я не помню с детства она всегда была у нас на столе на новый год каждый каждый год вместе с медовиком это пахлава и медовик это была традиция на нашем столе вот поэтому я сегодня хочу поделиться этим рецептом с вами надеюсь он вам тоже придется по душе возможно тоже станет традицией ваших праздниках семейных вот здесь все перед вами что нужно нам для приготовления пахлавы и так для теста нам понадобится три с половиной стакана муки нужно будет еще просеять стакан сметаны можно использовать мацун или кисляк 300 грамм сливочного масла желательно уже размягченного комнатной температуры достаньте немножко заранее одно яйцо 1 столовая ложка уксуса и 1 чайная ложка соды желтки пойдут нам на смазку также мед на поливку пойдут пойдет для начинки нам понадобится для беда 6 желт белков только их нужно охладить в холодильнике я их уже охладила полтора стакана сахара пол чайной ложки ванили и 1 чайная ложка корицы также орешки грецкие орехи нужно будет измельчить где-то стакан орехов для начинки и также выбрать красивые вот такие вот бабочки вот бабочки для украшения самого самой выпечки самих ромбиков нам нужно будет выложить красиво вот такие вот бабочки орешка в конце ну что давайте приступим очередь нам нужно сбить наши белки охлажденные напоминаю здесь 6 белков взбиваем до густой пены пышной хорошо взбиваем наши белки затем постепенно будем добавлять сахар корицу и ванилин белки взбиты у меня уже в пышную пену стоящая такая пена теперь мы можем добавлять постепенно сахар вот такой вот без и у меня получилось сейчас мы можем добавить ванилин и корицу теперь можем добавлять стакан измельченных орехов которые я уже измельчила наша начинка готова теперь нам нужно ее накрыть крышечкой или пленкой и поставить в холодильник на то время пока мы будем готовить наше тесто пока наши были за в холодильнике нам нужно быстренько приготовить наше тесто три с половиной стакана муки просеем в мисочку и нам сейчас нужно вот это вот масло наше 300 грамм масла пить и перетереть с мукой и создать как бы такую мелкую крошку перетереть в крошку поэтому важно чтобы масло было мягкое комнатной температуры тогда вот крошку у меня получилось обязательно всю муку из-под низу доставайте перетирайте измельчайте в такую крошечку пахнет приятно делаем колодец ямку вот такую вот и сейчас нам нужно сюда стакан сметаны вывернуть так соду погасить уксусом и вылить сюда же и это все перемешиваем сейчас же нам нужно вот это одно яичко вбить нам в тесто я его вот так отдельно слегка и волью в тесто и все можно вымешивать тесто удобнее конечно всего руками но если есть у вас тесто мешалка еще лучше нам сейчас нужно притрусить стол мукой слегка и продолжать вымешивать тесто уже на столе тесто получается очень мягкое масляное вот такое вот тесто у вас должно получиться мягкое эластичное сейчас нам это тесто нужно поделить на три ровных части теперь нам нужно все эти кружочки колобочки по очереди раскатать по форме и по размеру вашего листа первый слой я уже раскатал сейчас мне нужно приложить его форму для выпекания прикладываем аккуратненько немножко подтяните по краям потому что мы в конце будем заливать мёдом чтобы мёд не вытекал под низ вот так на стеночке чуть-чуть приподнимите можно даже чуть-чуть вот так прижать к стенке смазывать ничем не нужно потому что само тесто очень жирное масляное там очень много масла что смазывать ничем не нужно и сейчас мы сюда будем выкладывать нашу начинку которую достанем с холодильника не домазываем до конца потому что нижний слой средний и верхний мы по краям должны будем закрыться замкнуть между собой нам нужно немножко вот такие бортики место который за которой мы схватимся и сомкнем тесто между собой она не раскрывалась потому что без и во время готовки будет подниматься чтоб она не раскрылась это сейчас откладываем и будем раскатывать второй лист раскатывается тесто очень легко и просто потому что она очень мягкая эластичная просто достаточно посыпать мукой сверху и снизу под тестом чтобы она еще легче проходилась скалкой так второй слой у меня готов я уберу сторонку и аккуратненько накрываем второй слой и смазываем вторым слоем начинки точно так же точно так же раскатываем последний слой тесто третий лист у меня тоже уже раскатан готов сейчас мы будем его накрывать аккуратненько перекладываем и опять же запечатываем я вот так вот подворачиваю под низ чтобы у меня верх был очень красивый и аккуратный так легким нажатием прижимаю сейчас нам нужно с хорошенько смазать желтком нашу пахлаву смазываем очень густо плотно возможно даже в два слоя чтобы она у нас была красная красная запеченная такая красивая корочка румяна когда мы смазали нашу пахлаву делаем красивые надрезы ромбиковидные на нашей пахлаве стараемся основной нижний слой не повредить что ялова 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 все так КОНЕЦ Нам остается только украсить красивыми орешками нашу пахлаву. Слегка прижимаю. Вот такая у нас уже красивая пахлава получилась. А теперь нам нужно ее поставить в духовку. Выпекать я ее буду при 160 градусах. Хочу показать вам, какая красивая пахлава получается. Пахлава уже готова. Я ее достала с духовки, чтобы полить медом. Только сначала хочу немножко проделать вот такие отверстия, потому что безе поднимается очень сильно и закрывает. Мне нужно, чтобы когда я буду заливать мед, чтобы он проник до нижних слоев и пропитал все слои. И поливаем щедро нашу пахлаву медом. Пахлаву мы залили медом. И сейчас ставим обратно в духовку, только уже при температуре 180 градусов. Поднимаем немножко. И на 5-10 минут смотрите, чтобы она хорошо пропиталась в духовке. И достаем ее. Посмотрите, какая пахлава блестящая получилась. Ароматная такая. Сейчас я хочу достать один кусочек, чтобы вы посмотрели, какая она изнутри. Мягкая такая, аж прям разваливается. Посмотрите, какая красивая. Правда красивая? И делается, как вы видели, очень просто, и она очень вкусная. Обязательно попробуйте, я уверена, вам она придется по душе. Вот такая вот у нас шикарная пахлава сегодня с вами получилась. Но не получиться она сегодня не могла, потому что этот рецепт проверенный годами. Это, как я говорила, этот рецепт из моего детства, она всегда была такой вкусной, ароматной, красивой. Поэтому она получится, я уверена, у каждой хозяйки, которая захочет испечь ее, чтобы порадовать своих родных и близких. Поэтому пеките, кушайте с удовольствием, угощайте своих родных и близких. Если вам понравилось это видео и этот рецепт, пожалуйста, поставьте лайки, оставьте свои отзывы в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Я благодарна вам за то, что вы оставались со мной. До новых встреч в новом видео! Рецепт смотрите под видео! Рецепт смотрите под видео! Рецепт смотрите под видео!